приветик всем снимаю видео о пустых баночках в августе месяце я думала что две части это все но оказалось что есть еще пустые баночки давайте продолжим это спрей для тела от эйвен гранат и манго я очень люблю и в настоящее время у эйвен осталось только два аромата которые мне нравятся вот этот еще по моему сливы и ваниль что ли как-то вот планирую думаю надо закупиться потому что в запасе больше ничего не осталось великолепная вещь на тело никогда не наношу только на одежду и мне очень нравятся эти спреи тем что они абсолютно невесомые то есть как обычные парфюмы не оставляют никаких липких пленок и не пачкует одежду в общем такая приятная поливалка ароматическая для дома надеюсь будет видно это по моему консилер от lancome в оттенке 02 до беж до оттенки 02 беж в общем у меня было три таких пробника и пока не меня все три не закончились я о нем и молчала в общем замечательный консилер под глаза думаю как-нибудь купить когда у меня немножко под закончится тот арсенал что у меня есть все-таки мне их достаточное количество хорошая вещь понравилось наносить ее исключительно кисточкой от зоева такой как такой как маленький пальчик что ли как говорит таковка за да вот именно кистью я очень удивлена но вот очень понравилось превосходно маскирует распределяется не сушит кожу под глазами и достаточно стойкий в общем не скатывается все мне понравилось да как нибудь обязательно приобрету я эту штуку крем для рук такая мини версия от биотерм 20 миллилитров объем мне очень нравится молочко но вот как-то крему я отношусь спокойно но есть есть нет не надо так чтобы идти покупать никогда и не понимаю за что его любят ничего в нем такого нет ну то есть вообще ничего до увлажняет но я еще найду наверное десятка два кремов которые это делать ничуть не хуже а стоит намного дешевле по поводу отдушки так есть крема который гораздо приятнее пахнут чем от опять-таки стоит дешевле вот в общем все в нем как-то на 4 и с учетом его высокой стоимости я думаю что еще балл можно снять вот могло бы быть и получше это был подарок поэтому как бы абсолютно не важно крем от овен для рук это было как-то бонус за самовывоз что ли это пять миллилитров представляете как это мало в общем мы попробовать то можно было но что могу сказать в принципе неплохой крем но он относится к крему классу некомфортных то есть вот нанес и сиди кино смотри ничего делать нельзя в общем да про бумаги лучше забыть то есть вот эти все жирности липкости это конечно стороной не обойти ну воздействие на кожу хорошее действительно вот питает кожу но только как как в качестве ночного крема наверное можно или такого безделья так уж его обозначить миниатюра крема от клиник это увлажняющий крем как-то он мостер сурш или как он там называется мини версии я покупала на лето 15 миллилитров очень довольна тем что купила мини версию а не баночку я хотела в объеме 30 миллилитров потому что это у меня вполне хватило пользоваться разонравилась хотя негатива никакого нету но первоначально я вернулась к тому же мнению которое у меня всегда складывается после использования всяких миниатюрок от клиник то есть пользоваться можно всегда пользуюсь покупать желание нет потому что как-то на мне не работают и ничего не делают и это в общем не исключение жаркое время года да 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 в принципе этот крем того же класса что аквасорс от биатером в голубой банке для всех типов кожи увлажнение 24 часа в принципе то же самое что кинзаки ледяной крем но отдушка неприятная никакая раз какой-то он немного скользкий 2 и в общем по этим каким-то вот субъективным параметрам я лучше либо биатером возьму либо свой любимый кинзаки хотя не конечно оба дороже вот но нет вот как то так гель на душа тропический манго торганик шок это первый гель который я по моему купила из вот этой вот их классической сто лет вышедшей пол-литровой серии я в шоке мне очень понравился этот манго это моя любимая вариация манго если говорить об ароматах гель и для душа просто замечательно прямо то что надо на 5 баллов мне очень понравился обязательно покупку повторю он у меня долго использовался потому что сам по себе гель я считаю что нельзя относить 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 классу супер деликатных конечно лучше чем гель от иван то есть но все равно до мягкости ему далеко поэтому ежедневно его использовать я не могу только от случая к случаю но уж такой восхитительный аромат что покупку этого геля я постараюсь конечно повторить новосвит васильковая вода акваспре витамины для лица я брала в надежде что это станет заменой васильковой водички которая у меня когда-то была в регулярном уходе от мил витая я перестала покупать потому что марку вывели за ассортимента магазина льда буты и я кстати вообще не знаю она есть еще в каталоге или нет или только остались эти водички розы апельсин лаванда еще там что-то васильковую брали без понятия в общем да думала на самом деле нет это обычный тоник и состав себе так фифу но как тоник он меня больше устроил и даже больше понравился чем вот их стандартные с такими кубиками где там как бы витаминки нарисованы очень приятный аромат да но это просто тоник планета органика это скраб для сухой чувствительной кожи органическое масло кенизского ши и рисовая пудра ну в общем что касаемо использования скраба для лица но если я из использовать его ну вот в общем я смогла его использовать очень редко потому что несмотря на то что он конечно не могу сказать что он там как-то раздирает кожу или еще что-то все-таки он грубоватый и грубоватый и распределяется достаточно но он очень плотный очень плотный как паста на небо атеропаст и он плохо распределяется как-то трудно его нанести все время берешь больше чем нужно потому что чтобы лучше разнести нужно на воду добавлять и большее количество ну как бы на большей площади удобнее работать поэтому я потом использовал как скраб для тела могу сказать что это наверное вау 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 и меня ты даже напомнила нахальную кукурузу от лаж стоит только разницы что в чем отличие принципиально очищение то же самое но скрабы лаж отличается тем что когда ты их смываешь остается ощущение масел у них всегда такой масляный финиш не липкий не жирный благородный приятный который хочется ощущать на себе и не наносить даже никакие крема а вот в этом скрабе такого нет то есть отскрабировался и все а дальше уже дружок увлажняйся как можешь вот в целом остались впечатления очень приятные невероятно приятный аромат какой-то кофейный такой цветочек кофейный простите десертно цветочный то есть вроде бы и чем-то таким кондитерским пахнет и какая-то цветочная база есть исключительная вещь я покупку непременно повторю чтобы использовать в качестве скраба для тела закончилась у меня миниатюрка помады ля руша порте номер 104 без флораль после которой я купила полноценную версию жива все и пользуюсь вот такая вот она в общем мнение мое какое эта помада относится к классу наверное вообще напишут что это помада бальзам не согласна у нее достаточная концентрация пигменты это помада не бальзам никак уж и на бальзам не тянет потому что она суховатая ну конечно не так как чай бикет клиник но суховат что мне нравится то что она держится как прибитая не требует к себе ничего идеально подходящий мне оттенок вот 104 я аж подобрала сразу и 201 мне очень нравится еще у меня там есть красный ателье я уже забыла какой номер сейчас не посмотрела извините не помню в общем подходящая линейка в цветовом отношении что-то уже редко бывает я пришла к выводу что по всем месте жиланши та марка у которой мне нужно смотреть помады просто раньше из предыдущих версий то что я пробовала я не очень была довольна все какие-то замечания у меня были но вот это вот линейка более чем удачно надеюсь что эти помады не будут снимать производства organic kitchen смягчающий скраб для тела свежая мякоть тыквы и немного волшебства не знаю как охарактеризовать этот продукт мне он скорее понравился чем не понравился густой плотный такие вкрапления скрабирующие не знаю что это за скрабирующие частички аромат такой своеобразный вообще вот абсолютно всем 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 и своим запахом и текстурой цветом каким-то мутным таким непонятно то в кореи то ли в коричневый дает или в бежевый то ли еще в какой-то и этот непонятный запах не пойми чем несет вот что то такое вот травянисто овощное и то как распределяется по телу и смывается очень напоминает продукты от лаж опять таки за исключением того момента что масляного финиша нет то есть сразу видно что состав более дешевый простой но оно и понятно сколько это сколько стоит скраб сколько стоит например нахальная кукуруза от лаж я уже не знаю во сколько раз дороже лаж вот в целом впечатления остались хорошие честно говоря органик китчен меня уже разочаровал вот если брать субъективно по количеству использованных опробованных продуктов но вот этот вот составляет то маленькое исключение когда могу сказать что наверное я повторно куплю эту тыкву да все таки что то в ней меня зацепило наверное вот это вот напоминание аллаш миниатюра крема от кодоли для рук 15 миллилитров лет это вообще время миниатюра как-то подметается все это дело в общем всем был бы хороший крем но все таки вот этот запах он меня раздражает пахнет белым вином иногда даже хочется сказать винищем то есть таким чем-то дешевым абсолютно а так в принципе все неплохо он хорошо увлажняет очень комфортный очень экономичный очень хорошо распределяется впитывается вообще все замечательно дужку бы заменили и было просто прелесть пробничек крема от пайо перфом скульпт ню ну то бишь ночной понравился пробник не знаю может полноценный купить он какой-то там супер возрастной но я честно говоря не заметила что что-то он такое там делал немножко действие у него другое чем у любимого мною техни ли с актив в том плане что все-таки здесь наверное что-то такое есть для лифтинга это чувствуется но кожа не стягивает я считаю что это приятно ну не знаю еще с мамой подумаем в общем-то на чем останавливаться что брать или нет как всегда бальзам от невея с ромашкой календулой наверное каждый месяц у меня фигурирует в пустых банках зеленый такой вот приятный обожаю просто и такой вот такой он удобный никогда не ломается стики вот эти вот как в синей версии бывает когда вот этот вот бортик потом весь в этом бальзаме вечно обтираешь а в салфетке вот всего этого ужаса в бальзаме невея ромашка как правило никогда не бывает ну если конечно температура воздуха да не позволяет ему плавиться ну и понятно замечательный бальзам не знаю как его еще похвалить если кто не пробовал я всем советую закончился дезодорант от рексона против желтых и белых следов 48 часов защиты чистый бриллиант вообще как-то дезодорант они почему-то у меня пробегают мимо пустых банок я не знаю почему вот это вот я поймала чтобы вам показать в общем что касаемо дезиков меня всегда интересует один вопрос мне нужен тот дезодорант который будет работать против желтых следов я ношу белые светлые вещи а все дезики 80 или 90 процентов идут против белых следов потому что все любят темные черные цвета вот мне вот нужно вот это вот и самое интересное что те дезодоранты которые вот это заявляют что они все таки работают они все равно не работают я измучилась мне постоянно приходится обнов как сказать менять гардероб потому что пачкает эти вот желтые пятна появляются мне уже кто-то сказал что эти желтые пятна оставляют на самом деле сами дезодоранты я уже не знаю что делать как-то была мысль перейти на кристаллы но мне как бы народ говорит что это тоже не панацея вот в общем не знаю пока что делать но этот как-то использовала в принципе он нормальный я говорю если бы тот момент что не работает вот что обещает против того что обещает в принципе было бы все хорошо крем для рук от иван планет спа райское увлажнение с маслом оливы увлажняющий крем для рук 30 миллилитров в общем то неплохой вариант я не могу сказать что он какой-то особенный что он дает какое-то особенное увлажнение или питание нет все как то штатно приятно, быстро, легко вот только аромат мне не нравится ну это потому что в принципе я купила этот крем я думала уже не помню аромат этой серии оливкой хотя один раз как-то давно-давно я что-то из нее попробовала поняла что я не буду брать потому что мне аромат не понравился я думала что что-то изменилось нет ничего не изменилось это аромат этой линейки, поэтому как бы вот, да, в этом вся и претензия к аромату. У меня еще был второй в коричневом тюбике отдала маме, мне там тоже не понравился аромат. Вот, тут крем сразу к ней ушел, поэтому в пустых банках он мелькать уже не будет. Закончился, вернее, не закончился, я избавляюсь. Сейчас я его достану, чтобы вам показать. Это продукт от Шесейда. Вот так он выглядит. Это концентрат Шесейда Ультимин, восстанавливающий энергию кожи. Я уж не знаю, как он ее восстанавливает, но кожа у меня становится малинового цвета, ее жжет кожу и липкий он. У кого чувствительная кожа, категорическая, нет. Даже не смотрите в сторону этого продукта. Миниатюра шампуня от Клоран, это с молочком овса, по-моему, он идет для ежедневного, для частого применения, для всей семьи, подходит для детей. Ну, вот использовала я его, вообще не осталось никаких, никакого желания его покупать. Ничего в нем такого нету, ничего он не делает. и шампуни, которые очищают гораздо лучше, чем он, дают объем больше, чем он. И я бы не сказала, что он весь какой-то из себя такой. Ну, в общем, пользоваться ему нужно исключительно каждый день, потому что больше, чем на один, его не хватит. Поэтому больше я покупать не буду. Я рада, что попробовала маленькую версию, потому что большая упаковка, это, конечно, перебор. У меня закончилось несколько вот таких пробников сыворотки. Это марка Тиоксан, если я не путаю, она швейцарская. Это та самая история, когда, знаете, вот попробуешь один пробник, и думаешь как-то, что впечатление сложилось о продукте, особенно, если когда что-то нравится. Но когда есть возможность попробовать этот продукт не в одном пробнике, а в двух, трех, пяти, я думаю, что, наверное, в половине случаев ты этот продукт не купишь. Потому что за первые два миллилитра можно понять только аромат, текстуру, как впитывается, ну, собственно говоря, и все. В общем, первый раз воспользовалась, я думала, такая любовь, я сразу побежала смотреть, сколько она стоит. Стоит она столько же, сколько сыворотка от Елена Рубинштейн PowerSell, то есть около шести тысяч рублей. Я даже думала, что я куплю. Ну, когда подошел к концу уже третий тюбик, я поняла, что нет, потому что сыворотка комедогенная все-таки. Она закупоривает поры, и, использовав вот эти три штучки по два миллилитра, уже можно и под кожей заработать. В общем, все к этому и шло. Поэтому, думаю, нет, 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 но с другой стороны, я рада, потому что цена на эту марку просто запредельная. Закончилась у меня помада от, ну, не закончилась, там что-то еще осталось, или нет, я уже не помню, или нет, я ее добила. Это помада от Reflame, в общем, я ее вообще не покупала, в Эри Ми, какая-то лимитка, или это уже просто сняли с производства. В общем, ее давали вообще в качестве подарка, она шла за самовывоз, вместо платы за доставку, вот так, раньше такая услуга была, не знаю, сейчас она есть или нет. В общем, оказалось, это очень хорошая помада, я бы сама ее, конечно, никогда не купила, но, да, она такая никакая, вот, не требует к себе абсолютно ничего, такой нежный розовый цвет, устраивал вкус, устраивал аромат, и даже упаковка мне это нравится, вот так вот, иногда хочется такого простоты, такой акриловой, вот, в общем, такие вот бюджетные продукты иногда бывают, заканчиваются гораздо быстрее, чем более дорогие и люксовые. Еще одна миниатюра, это Корос, это бодибаттер Гуава, на данный момент, вот, я не могу сказать, что я большой любитель бодибаттеров, но мне кажется, что самый лучший бодибаттер, который из всех, что я пробовала, это все-таки Корос, и когда говорят, что бодишоп это самое лучшее, не знаю, я не согласна, по крайней мере, если по тактильным ощущениям это может быть и будет одно и то же, то по степени напитываемости кожи все-таки Корос даст фору бодишоп, вот, ну и по ароматам, я считаю, тоже, потому что все-таки бодишоп, это плоско, а здесь как-то более широкое видение, я имею в виду, если рассматривать с парфюмерной точки зрения, все-таки ароматы Короса, они более нетривиальны, такие более оригинальные, и вообще как-то, да, надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать, в общем, использовала с большим удовольствием, эти бодибаттеры можно использовать и как кремы для рук, они очень хорошо работают, вот, и даже возникло желание у меня все-таки повторить, вернее, не повторить, а купить, в общем, эту штуку в полноценном объеме, у меня этот пробник был из коробочки Giftbox от Деботе, миниатюра шампуня от Kerastase, это уплотняющий шампунь из коробочки Лакшери, что могу сказать, я не знаю, как насчет уплотнения, но самое исключительное, что есть в этом аромате, в этом шампуне, кроме приятного аромата, такой приятной текстуры, и как он хорошо пенится, и вообще всех этих потребительских внешних свойств, не особо таких вот, ну, как сказать, не то, что важных, но не первостатейных, в общем, этот шампунь дает нереальный блеск, я вообще не видела, чтобы какой-нибудь шампунь давал такой блеск, вот я впервые, я даже никогда не задумывалась над эту тему, и не понимала вот этого увлечения шампунями, шампунями, которые дают блеск, ну, просто как-то, ну, не понимаю, в общем, это, но я впервые увидела, что, да, оказывается, шампунь может давать блеск, и этот шампунь вот от Kerastase, я не буду покупать, потому что, как вам сказать-то, в общем, все, что он дает, я имею в виду, там, объем, частота волос, все такое, все это на один день, вот, как-то не очень, и постоянно им пользоваться нельзя, подсушивать кожу головы, но вот то, что дает этот блеск, для кого это важно, я советую обратить внимание, потому что это просто нереально, нереально фантастично, и закончился у меня вот такой гель, я не знаю, средство 3 в 1 от Bass Therapy, это парижские сладости, которые давали мне в подарок, там, за покупку двух продуктов Bass Therapy, и, кстати, в сентябре точно такая же акция, в подружке, вот эта штука пойдет в подарок, при покупке двух продуктов от Bass Therapy, что могу сказать, тут роза нарисована, да, вот такой какой-то вот розовый аромат, и пирожных-то части тут нету, такая приглушенная роза, я с большим удовольствием использовала эту вещь, в общем-то, и как гель от души, и как жидкое мыло в дозатор переливала, все замечательно, как пена, конечно, эти продукты слабоватые, пенообразование уступает пенам отеля, а так, в общем-то, хорошая вещь, особенно, когда в подарок, так вообще просто праздник, жидкое мыло, вот такой цитрусовый заряд, последний из моей коллекции, из моих запасов, вернее, этих жидких мыл, 250 миллилитров, я не очень полюбила этот аромат, ну, просто два было куплено, и домашний им нравится, он такой цитрусовый, какой-то, ну, не знаю, больше покупать не буду, этот использовали, единственная претензия, аромат не буду уж рассматривать, да, я как бы, домашний довольный, я нет, но не суть, помпа скрипучая, да, в общем, если, все-таки я считаю, что лучше покупать гель для души, и переливать их в дозатор, так и дешевле получается, и не надо слушать, вот этот вот ужасный скрип, этих дешевых помп, которые заправляют в эти бутылочки, закончилась миниатюра бальзама для губ, вот, колоранс и кладминют, у меня это в оттенке 0,1, вот такой лилипуд, из какой-то коробочки, у меня есть полноценная штука, такая сейчас достала, в общем, я очень довольна, это стиковый вариант продукта, который в тюбике, с губочкой такой на конце, и чуть менее питательный, то есть все-таки там вариация для тех, кто прямо большой любитель бальзамов, а это для тех, кто вроде бы хочет пользоваться бальзамом, но вроде как больше любит помады, то есть это такой компромисс, вот, в любом случае считаю, что продукт очень достойный, и очень рада, что вот миниатюрка это позволила мне с ним познакомиться, и полноценной версией буду пользоваться с большим удовольствием, еще одна миниатюра, это тональная основа линжеритра, если я правильно читаю, от Герлен в оттенке, по-моему, 02 без Шклэр, в общем, я осталась очень довольна, и все оттягивала, оттягивала покупку, пока я ей пользовалась, дожидалась того, что тональная основа сняли с производства, но ее уже перевыпустили, и, по-моему, привезли 9 оттенков к нам в страну, из 18, которые вообще существуют в линейке, надеюсь, что я среди них смогу подобрать себе оттенок, цена на эту тональную основу, естественно, выросла, как всегда бывает, при перезапуске стоит, по-моему, 3,100, с учетом всех скидок, по картам Эльда Бутеля, Ревгош, без разницы, я не помню, там незначительная разница, в общем, что мне понравилось, это первая тональная основа, вот я люблю на маме эксперименты проводить, то есть я что-то нанесу, и выхожу к ней, допустим, она мне говорит какую-то свою оценку, и я после этого делаю вывод, поскольку я от нее не требую оценивать там плотность, или там равномерное распределение, а вопрос, что скажет, а я уже потом по ее словам делаю вывод, вот, и она мне сказала такую вещь, это же надо какой-то хороший тональный крем, его вообще не видно, вот, я вот как-то начала уже сравнивать, ну, действительно, вообще не видно, но так он хорошо лежит на коже, надеюсь, что обновленная версия будет такая же шикарная, и не разочаруюсь, в общем, это у меня тоналка от Герлен, у меня стоит в хотелках, закончилась у меня миниатюра сыворотки от Биотерм, вот так она выглядит, это Блю Терапи, сыворотка в масле, ночная, 10 мл объема, такой вот тюбик, очень экономичный, очень приятный, не первый раз мне попадается эта миниатюра, почему-то то ли время года, то ли состояние кожи меняется, в общем, первый раз мне не произвела впечатление, второй раз вроде как уже понравилось, уже я думаю о покупке, комфортное, приятное, летом это вообще был для меня самостоятельный продукт, когда жарко, наносишь, и больше вообще ничего не надо, вот, то есть нанес ее и все, никаких крема, больше ничего, ее вполне хватает, но, конечно, зимой потребуется еще и крем, в любом случае, очень достойный продукт, были у меня сыворотки от Биотерм, которые я забраковывала, потому что, ну, просто пустота, а здесь все-таки что-то такое есть, что действительно работает, склонные к сухости кожи, очень неплохой вариант, и еще одна миниатюра, это уже крем от Локситан, восхитительный пион, 7 мл объем, не помню, что у меня там осталось в банке, или нет, сейчас попробую, ну, вот что-то там такое осталось, в общем, он такой нежно-розовый, творожистый крем, это из коробки Алюрбокс, с очень приятным ароматом, я никогда не думала, что мне нравится пион, но этот аромат, этого крема, меня просто поразил, он такой какой-то суфлейный, такой, вроде бы плотный, но очень легко распределяется, он достаточно экономичный, его приятно наносить, он не вызывает никакого дискомфорта, никакого такого, как это сказать-то, негатива, я бы не сказала, что на нем там что-то скатывается, или еще что-то, но есть такой момент, два, три или, ну, раза три, наверное, я нанесла, потом я начала чувствовать, что во время нанесения проявляется жжение, то есть, из чего делал вывод, что, ну, явно не для чувствительной кожи предназначен этот продукт, он, вроде как, для совершенствования недостатков, что-то там и поры должен стягивать, и цвет лица улучшать, в общем, чувствительной кожи категорической нет, и тем, у кого купероз тоже, ну, потому что, если жжение идет, значит, все-таки как-то греет, это не нужно, потом это, конечно, все пропадает, но все равно это неприятно, и второй момент, я заметила, что комедогенный он все-таки, да, поэтому, использовав эту банку, я точно знаю, что я не куплю, ну, особо я ничего не ждала, потому что у меня, похоже, реакция на все крема от L'Occitane, что я пробовала их, этот разрекламированный, да нельзя, и Martel, безобразие, просто столько денег просить за этот крем, ну, в общем, да, он работает точно так же, как вот этот Pion, который стоит в два раза дешевле, если не больше, вот, но это все равно попробовала, интересно, все-таки что-то новенькое, и еще одна миниатюра этого, Аквагель от Biotherm, это такой продукт для тела, увлажняющий, который получил очень хорошую оценку, у Beauty Insider, из коробочки, собственно говоря, он, это Magic Box, у меня было две коробки, поэтому два тюбика, я оставила тут, которые приличные, а только которые измазанные, я выкинула, чтобы вот, красивые вам показать, в общем, что я могу сказать, я хотела очень купить этот продукт, и я так рада, что я его не купила, а он попался у меня в этой коробочке, как-то я уже говорила, по-моему, это было в прошлом видео, о пустых банках, что я ненавижу гелевые продукты для тела, потому что они липкие, для невыносимости, и что бы там ни заверял производитель, они все равно будут липкими, просто степень липкости будет разная, и это из той же оперы, аромат, они вообще не заморачивались, аромат один в один, такой же, как и молочка, который мне нравится, из этой линейки, Биосорс, или как она там называется, в общем, для тела, оно у них одно, вот этот аромат, вот это фанта, апельсиновых карамелек, вот здесь все то же самое, текстура, она тоже такая, ну, как сказать, стандартный гель такой, да, хорошо распределяется, да, быстро впитывается, да, все замечательно, но все, ты покрыта, ты липкой пленкой, и сиди, и, да, и радуйся вот вместе с ней, с этой пленкой, ужасно, просто ужасно, вот, но опять-таки, большая радость, что не купила, но вот видите, как получается, теперь уж точно все пустые баночки за август месяц, надеюсь, видео было интересным, полезным, и приятным, всем большое спасибо, всем пока-пока,